И я бы сказал, что вся европейская, рыцарская традиция вооружения и обычаи во многом восходят к оландским воинским традициям. Восходят к оландским. Воинским традициям добавил он. Что касается народов, населяющих Северный Кавказ и Закавказье. То, например, у абхазов осталась такая частица оландского наследия, как нардский эпос. Это, скорее, сказки, чем эпос. Но то, что нардский эпос был одним из столпов оландской культуры, это несомненно. У черкесов, кабардинцев он сохранился не в меньшей мере, отчасти он есть даже у чеченцев. Северный Кавказ – это очень пестрое в отношении языков территория, но культура в общем – это национальные вариации и в целом очень общей, мощной культуры, в значительной степени продолжающей оландский путь. Пояснил Арутюнов. Источник. Https www.kavkaz-l.yu. Касая черта. Артиклос. Касая черта. 298944. Касая черта. Авторские права. Кавказский узел. По изучению скифов – это аланы. А там у аланов есть порядка 8-9 слов известных аланских. И вот по ним делается вывод. И то все слова спорные. Поэтому там база, конечно, доказательная у того, что говорили древние скифы, говорили на языках непременно индейеранским, это, конечно, не так. А вот, скажем, Карачаево-Балкарцам, Прихун Кауду, что это потомки скифов. У них общий предок жил краскифские времена, а они говорят, карачаевцы и балкарцы, обычно говорят Карачаево-Балкарцы одним термином, они говорят на языках тюркских. Откуда у них попали тюркские языки к ним? Понятно, что а скиф. Р-1А, З-645, З-93. Они не предки русских. У русских З-280, а у скифов З-93. Так сразу в один ход решается задача, которой 200 лет не могли найти ответ, являются скифы предками русских. Нет, не являются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова